3 о пол какая хорошая щука там без мата когловка была также округа то не стало Так, клюнуло классно, вообще мне понравилось. Такой тычочек, так, тык, чисто. Ай, красота. Ай, ну мелкая. Мелкая, но с поклевочкой. Вот первая. Выход позже. Выход позже. А кто-то уже домой хотел. Так же, как и вчера. Ладно, задержимся. Раз выход начался. Да нет, зачем поворот, зачем менять точку, когда здесь вся щука здесь. Вчера они мне все приманки из этой. Стой. Стой. Давай. Тяни. Все. Ну вот. Питается. Кушает. Ну что, давай ловить дальше. Продолжаем. Красавелла. Первую. Такой чисто один пичочек, такой малюсенький. Ну что, Игорь, скажешь, про то, что рыбы не стало. Ну, про то, что, видимо, постановы толкать меньше надо. Рыбы никуда не делось. Потому что Новый год и бонус обязательно должен стрельнуть. Игореха, только не слей. Я так влюнул. Щука, вон, блядь. Она взяла даже. Даже взяла за хвост. Базар вкуле, ебаный. С своими двойниками. Иди нахуй там, одинарник. Ладно, не будем лицензурно материться завидующим людям. Нет, вчера щучки побольше выпадали. Вот она. Ебка засела. Не сошла бы точно. Красота новогодняя. Косовратская. Мусечка. Сколько? Килошка, думаешь? Больше полторашка. Полторашка, думаешь? Ну. Тогда контрольное взвешивание. Во избежание форума. Я взвешиваю это, чтобы, я сказал, какие вчера были. Сколько это? Нет. Это? Сколько это? Килотов. Килотов. Ну, вчера однозначно больше щуки. Все были, например, на порядок. Кратурить бушку. Извешивание у нас. Показывает. О, тут что-то в ЛБ. Подожди. Почему в ЛБ-то, блядь? Ну, в ЛБ взвесим. В КГ. В КГ. Кило сто шестьдесят. В равнатуре, значит, по два килограмма. Щука, блядь. Щука, на бок. Как можно косить? Как можно косить? Косыри просто везде. Косят рыбу. Косят щуку. Смотри, как она извивается. Бедная, какие больные. От того, что он ее закосил. Слушай, помолчи, а. Эта боль проникывает ее от кошения, которого нельзя допускать. Как можно косить, вообще не понимаю. Она не закошена, она просто обмоталась. Ага, вон, вижу, вижу, это, видрик в боку обмоталась. Надо же еще так отмазаться, что она не закошена, а просто обмоталась. Покажи ей, как ломать лед коленками. Это, мне кажется, та же щука, которую я отпустил. Не, это меньше. Килограмм. Ну вот. Под закрытие порадовала нас. Чучка. Порадовала? С этим привлением. Порадовала, конечно, косыря. Как не порадоваться? Одна так, одна так. Ну, нормально, в принципе. Эй, шнур отдай, а. Шнур не надо в рот. Е-мое. Все, шнур купил. Так, вот, щучка. Такил. Отличная щука. Гуд бай. Отличный закос. Отличный закос. Давай-давай. На созвоне. Не, я заходил, место бедное. Просеклась. Это другая уже щука. Ну, опять же. Уважаемые телезрители. Как же коситель? Коситель, поймайте. Это уже другая щука. Сколько же тут их интересных? Нет. Это та же, смотри, дыра. Та же щука. Два раза отвечает. Это нереально просто. Она не хочет, Макс, и я уходи. Так я сразу видел, что это та же самая. Да, вот в том же месте видно сразу. Третья щука. Сегодня. Какая третья? Это та же. Это третья, блядь. Это дыра вон. А может, это другая дыра. Это другая дыра, блядь. Я отвечаю, дыра вон, смотри. Так и тут дыра. А тут дыра, что я теперь сделал, блядь. Так сука, вот ты когда тащил, блядь. Вот эта дыра была точно полная. Это она же, блядь, одна, нахуй, стопудовая. Снова. Она как-то вяла, сопротивлялась. Так это она потом. Это вполне вон, что она. Это сто процентов она. Дырка на том же самом месте. Это надо быть полной дурой, чтобы второй раз влететь. За одну минуту, блин. Так-то такое внутри у нас, блядь. Такое не бывает просто-напросто, я не знаю. Бывает, блядь. Все в этой жизни. В смысле бывает? Дима, бывает такое? Ну, у меня не было такого. Ну, вот. Значит, такого не бывает. Так не было, блядь, все бывает когда-то. А у тебя было, что ты лет колени не ломаешь? Нет. Ну, вот. Но такое ведь бывает, когда ты не ломаешь. Как ты знал, как ты знал. Как ты знал. Какой мазь, 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 мазь. А у тебя часы-то хоть идут? Убрал их, не знаю, должны идти. Ха-ха-ха. Я буду долго тебя клянуть. У меня идут. Время уже... Опять часов доходит. Все, варим. Через 6,5 часов наступит Новый Год. А мы на рыбалке. Нас это не смущает. Смотри, это же вообще... Охуеть. Это же коммерция. Это же бракосочетание просто. Бракосочетание. Это же вообще коммерция. Совсем маленькая. Да, это что-то совсем. Ну, сколько грамм? Ну, 300 может от силы. Давай, иди, не попадайся, можешь издеть. Ты, Диман, реально не уйдешь? Это жопа. Рыбалка поперла, короче. Ладно, хоть не по-честному, но... Не по-честному, но пошла в хату. Хотя бы так. Жара пошла в хату, короче. Продолжаем. Пошла жара в хату под Новый Год. Да косовраты под Новый Год разбушевались. Слушай, блядь. Нет, это не так. Нет, это точно. Щуки, видимо, на Новогодние пишутся сюда, собрались или что? Очередная щучка хорошая. Да, уловистый виброхоз, правильно ты говорил. Давай сфоткаем. Зачем тебе эта фотка, блядь? Ну мне... Это за кот. Хочется еще и фотку. Давай. Ну это нормально еще. Я в первый раз так же хотел сделать. Так и получилось. Немного погрубее. Вот мне кажется, что возле того штыря будет хорошо. Короче, всем... Всех с Новым Годом. Всем рыбакам огромных щук, больших судаков, хорошего клева, меньше обрывов. Всем удачи. Меньше закосов. Как это меньше закосов? Обычно. А насчет закосов мы можем уточнить у нашего эксперта. Сегодня состоялось замечательное закрытие сезона 2013 года. Зимний спиннинг. Было много веселых, позитивных моментов. Поймали рыбу. И не одну. И по-честному, и не по-честному. На всякие различные приманки. Повеселил нас эксперт под завершение рыбалки. Максим. Он показал, как нужно правильно разрушать лед коленками. С последствиями все вытекающие, как бы, вот на лицо, пожалуйста, перчаточки у нас тут. До мозга костей промоченный пухевичок. Ну и самка, рыболов тоже на позитиве. Все. 2013 год, пока. Мы смело двигаем вперед. 2014 год, я думаю, принесет нам много незабываемых рыбалок. Хороших, крупных трюфеев. Рыбачьте и поймайте. Я чувствую, как проваливается. Мы показались облака, светили солнце. И мечтений порханов вмеряшим. Чех, дожди, дорогие. Мы убираем справку сбору. От усталости закрываются глаза. Мы сейчас находимся в малопосещаемом месте на реке Исеть, возле мельзавода. Здесь практически никто не рыбачит. Не практически, а вообще никто не рыбачит. Здесь никто не ходит. И правильно делают. Здесь вокруг забора. Потому что рыбы нет. Вся фигня. Непонятно вообще, что это за места. Рыбы тут нету. Сюда не ходите, дорогие. Очередной зацеп. Возможно, в какое-то время эти места и перспективные. Но точно не сейчас. Зимой тут делать нечего. Наступил 2014 год. Но ничего не изменилось. Косовраты как косовратили, так и косовратят. Ну, мы уже немножко сменили. Вот, закосовратили очередного карпа. Вот, отлично. Копара. Ультралайт. Ультралайт косовратства. Ну и все, Макс, красавчик. Знаешь, как хорошо распределялся? Сейчас я дам фотоаппарат свой. Мы сделаем новую фотографию. Я, короче, пытаюсь сейчас записить. Не надо писать. Не, ну, по сеноку ты ее не понимаешь. Амельзавод. Да, да. Вот, Мельзавод. Я уже думала, что это по-честному, по-честному. Фото с багриной рыбой. Как же без этого? С карпами-то можно. Это не всегда бывает. Это вторая карпа за сезон. И с толстолобиками. Да. И первая карпа за сезон. А, за сезон, имею в виду, не за год же. Ну, че будут. Это фоткать, да? Да. Все. Еще, еще. Толочек. Так, да, еще? Да, имею в виду. Отличный кадр. Вообще классно. Забагрил, отпусти. Золотое правило. А золотое правило косоврата. Не, вот эта поляна здесь явно стоит рыба, потому что у меня было до этого два каких-то подачи какие-то. Ну, все, сейчас мы ее все выдергаем. Просто там крючок, блин, не в джиге. И че, вы не можете взвесить, что ли? Сейчас побеги взвесить. Кило 400. Кило 400. Ухуеть. Тогда мой был по два. А ну все, отпускаем его. Дошли. И-ка совратим дальше. Карповое место. Косовратим. Слушай, отпусти его. Отпусти в другое место его. Он тут в это утонет в грязи. А где поглубже. А кинь его подальше просто и все. Вот такие вот мутанты у нас водятся. То есть вот. Рот. Рот вот такой вот. Естественно, он меньше, чем у его сородичей. Потому что корма не хватает. А поэтому он не вырос. Такой вот урод. Что, долгожданный трофей, Макс? Пока неизвестно, Дима. Ну, судя по тому, как он бодро ходит. Ну, не меньше килограмма. Сегодня у нас уже было много таких столкновений. Но не получилось поймать. Ну, как бы всего лишь двух. Не поднимается? Да не, не очень крупный. Но все равно сильный. Хороший этаж. Ну, это да, нормально. Ну, какой, не пятеро. Томат сразу же есть. Не пятеро, но двушка. Больше двушки может быть. Я его профессионально. Профессионально за плавник. Вот, он попал на июл. За основание спинного плавника. Да, здесь двушка. Попал на июл. А вон какой-то хер вылез по третьему. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Ортозей какой-то вылез. Сфоткай меня. Сейчас. Вот. Все-таки, как-никак, но что-то интереснее. Давайте сфоткай меня и отпустим его скорее. И взвесим. Давай фотик. Или что? Может натворить по-быстрому? Ну, давай. Два сто. Два сто. Не, два ровно даже. Два ровно. Дима, отпусти его там, где это поменьше. Ладно? Продолжаем рыбалку.